Сегодня на библейском портале «Экзегет» мы продолжаем наши беседы по трудным местам Священного Писания. И сегодня на основании текста из 2 главы Евангелия от Луки, 1 стих, мы зададимся вопросом. В чем проблема? Лука упоминает в своем Евангелии о всеобщей переписи при Кесаре Августе, когда Квериний правил Сирии. Однако нет ни одного подтверждения тому, что в это время была перепись населения. Что можно ответить на этот вопрос? Экзегеты предлагают такое интересное решение, отталкиваясь от Иосифа Флавия, который объяснял ту тяжелую ситуацию, которая тогда сложилась. Прежде всего, так как жители покоренной территории заставляли приносить клятву верности императору, естественно, что императору понадобилось провести перепись нового населения, которое должно было приносить эту верноподданчинскую клятву. То есть надо было переписать всех, которые будут произносить эту клятву. Кроме того, перепись позволяла зарегистрировать мужчин, годных для военной службы, и самое главное – учесть потенциальных налогоплательщиков подвластной империей. И вот здесь ученые обращают внимание. Из-за натянутых отношений между Иродом и Августом в последние годы правления Ирода, как пишет еврейский историк Иосиф Флавий, его еврейское имя Иосиф бен Матафия, понятно, что Август стал обращаться к владениям Ирода, обращаться как к своей вотчине и, следовательно, приказал провести перепись, чтобы усилить контроль над Иродом и его подданными. То есть Ирод тоже платил в римскую казну, но он мог занижать количество населения в Иудее, над которой он правил по разрешению Рима, и чтобы убедиться, какое на самом деле там народонаселение, если люди способны платить хорошие налоги, Август обязан был вводить такую перепись, как римляне делали в каждом случае, когда они завоевывали какие-то новые территории. Поэтому эта перепись могла носить локальный характер. Но в понимании, скажем так, людей того мира это выглядело как перепись их мира, их эйкумены, их вселенной. Поэтому это могло преподноситься в словах более торжественных, хотя речь идет о локальном событии, которое, это событие в обязательном порядке должно было происходить, когда смена власти. Ирода хотели уже отстранять, его как бы правление в принципе завершалось, он был номинальным правителем, а чтобы привести дела в порядок, необходимо было знать, сколько населения находится в Уде. Теперь посмотрим, что пишет Оверкий Таушев о Рождестве Христовом, о переписи населения во дне императора Августа. Подробнее всех об обстоятельствах Рождества Христова и о времени, когда оно произошло, говорит святой евангелист Лука. В событии Рождества Христова он приурачивает к переписи всех жителей Римской империи, которая была произведена по повелению кесаря Августа, то есть римского императора Октавиана, получившего от римского сената титул Августа, то есть священного. На самом деле исторические сведения, которые относятся к такой далекой древности, они всегда неполны. И Август действительно мог проводить перепись населения по всей Римской империи, и при этом в исторических источниках это могло не найти отражения, или те источники, в которых это было отражено, они со временем просто пропали, исчезли. И остались источники, которые не указуют на это событие, на это явление. А Верки пишет, «К сожалению, точной даты этой переписи не сохранилось». Но время правления Октавиана Августа личности, хорошо известной в истории, дает нам возможность хотя бы приблизительно и при помощи других данных, о которых можно будет сказать далее, с точностью до нескольких лет определить год Рождества Христова. Принятое у нас теперь исчисление от Рождества Христова введено в VI веке римским монахом Дионисием по прозванию «Малым», который за основание этого лета исчисления поставил свой расчет, что Господь Иисус Христос родился в 754 году от основания Рима. Этот расчет, как показали потом тщательные расследования, оказался ошибочным. Дионисий ошибся, по крайней мере, на пять лет, указав год Рождества Христова позже, чем он был в действительности. Эта Дионисианская эра, назначавшаяся сначала для церковного употребления с X века, сделалась общераспространенной в христианских странах и принята в гражданском летоисчислении, хотя всеми хронологами признаются теперь ошибочной. Действительно, если Ирод умирает все-таки до нашей эры, до начала нашей эры, то, как минимум, Христос должен был родиться на пять лет раньше начала нашей эры. Конечно, само обозначение этого рубежа, новая эра, это то, что связано с Рождеством, и в то же время с ошибкой монаха Дионисия Малого, который он допустил. Это пример того, что сложности существуют, но сам факт, что евангелисты сами не указывают никаких дат, этот факт указывает на то, что они не придавали существенного значения для таких понятий, как точное летоисчисление, от сотворения Рима, или от восстановления храма, или как-то еще. Для них важным является то, что Господь воплотился, стал жить среди нас, и соделался нашим сателесникам, как апостол Павел пишет, стал подобен нам во всем, кроме греха. Вот это существенно. А остальное может являться областью изысканий и исследований не только богословов, но и историков.